Друзья, перед вами два абсолютно разных CD-проигрывателя. Новоделор Отель 1572 и Дюаль, это немецкий проигрыватель. Обязательно досмотрите ролик до конца, потому что мы вскроем их, сравним внутренности. А в финале я расскажу о своих впечатлениях по части звука. Стоит ли искать вот такие вот экспонаты на вторичке, либо все-таки переплатить и взять нормальный, новый, хороший, чистенький, с неискаженной аурой аппарат типа Ротеля. Встречают по одежке, поэтому оценим внешний вид, который в целом абсолютно типичный, зайн более европейский. Экран достаточно большой, кнопка пластиковая, остальное сделано из металла. Что мне здесь не нравится, так это лоток, он крайне слабый для такой ценовой категории. Давайте мы сейчас его откроем. Проигрыватель грузится, видите, показывает, даже можно прочитать, что загрузка идет, и открываем. Хлипкий, согласитесь, для такой цены могли бы сделать что-то более фундаментальное. Хотя на звуке это никак не сказывается, но тем не менее. Напомню, что это у нас металл, здесь металл, вот это пластик или... Слушайте, металл, мне кажется. Вообще весь фасад из металла... Да, да, друзья, все-таки это металл. Посмотрим, что сзади. Отключаем кнопочку power, вытягиваем. Кабель питания, кстати, обычный, к сожалению, не аудиофильский. Я всегда повторяю, что лучше переплатить и вставить хороший, качественный кабель питания, который будет служить вам фильтром. Ну да ладно, это немножко другая история. Два балансных выхода и обычный RCA. Оптики крайне не хватает. Отелям все понятно, а что из себя представляют дюали? Это немцы. Он, видите, такого интересного цвета. Сразу видно, что это такой староформатный аппарат. Профит, который, к сожалению, не всем впишется в интерьер. Это пластик, друзья. К сожалению, спереди никакого металла. И что отличает старая школа? Это огромное количество всевозможных кнопок, которые в целом не нужны, потому что вы можете переключать это все на пульте. Жмем. Видите, происходит загрузка. Удивительный факт, но на этом проигрывателе даже не надо слушать музыку, потому что звук кнопок, слышите их, телепортируют в детство, когда примерно такого же типа были видеомагнитофоны, и я вставлял кассету и смотрел фильмы. Все-таки инженеры прошлого любили заморачиваться. Очень-очень много кнопок. Я думаю, миллениалы сейчас просто запутаются в них. А раньше это было в порядке вещей. Давайте откроем лоток и посмотрим, как же все выглядит. Вот это да, вот это мощь. Вот это я понимаю старая школа. Огромный, тяжелый, толстый лоток, который ну явно круче, интереснее, давайте даже сейчас сравним еще раз, чем в Ротель. Как вы считаете, друзья, сильно это скажется на качестве звука? Вот такие вот различия в виде лотка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, какой же лоток вам больше нравится. Маленький такой, хлюпенький, серьезный, большой, брутальный. Целый лоточище. А подсветка-то какая желтая, вот прямиком из прошлого. Такая душевная, ламповая. Такое ощущение, что это не CD-проигрыватель, а какой-то ленточный, виниловый проигрыватель. Винт-эссенция ламповости, винтажа и теплоты. Заходим сзади и видим крайне простую конструкцию, состоящую из двух линейных выходов и одного цифрового. Все, друзья. Но зато есть очень гордая табличка, где написано Dual GmbH, Германия. Это вам не хухры-мухры. Эти ребята, инженеры прошлого, немецкие инженеры, они умели. Да и сейчас, чего греха таить, делают очень серьезные машины, технику, электронику. Хотя с последним у них гораздо сейчас хуже, нежели раньше. Все-таки азиаты уже не то что наступают на пятки, они уже их отрубили у этих европейцев и сами правят балом, цифровым балом. Скрываем. Для этого понадобится вот такая вот стильная, классная отвертка. Это тоже продается в нашем магазине Droid One. Не только у нас есть супер-крутая техника, hi-fi, аудио, видео, но и такие вот гаджеты. Ну и, конечно же, я делаю крутые, топовые, бескомпромиссные домашние кинотеатры. Ставлю, настраиваю стереосистемы. И, поверьте, после моей работы вы будете абсолютно довольны. Открываем. Достаем. Тяжело снимается. Хорошо сделали. Европейцы. Они же японцы. Качественно. Просто взгляните на этот CD. Он великолепен. Внутри все сделано идеально. О высоком классе изделия говорят фирменные конденсаторы. И даже сделано в цвет. Такой синий приятный. К сожалению, модель привода неизвестна. Возможно, это Philips. Хотя я могу ошибаться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья. Плата очень качественная. Толстая. Текстолит отличный. Аккуратно все уложено. Я думаю, что этот аппарат определенно стоит своих денег. Обратите внимание, как бережно они затянули хомут. И точно обрезали. Великолепно. Внешность явно на четверку. А вот нутрянка на 4 с плюсом. Учитывая его цену. Давайте смотреть, что у нас немцы приготовили. И как же они все упаковали. Па-бам. Па-бам не получается. Крепко. Крепко тоже крышку поставили. Может, я какой-то болт забыл? Слона-то я и не заметил. Последний болт, друзья. Как же так, а? Испортили кульминацию. Нет, нет. Сейчас все будет. Для вас, дорогие друзья, ничего не жалко. Ни времени, ни болтов, ни техники. Воу, 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 воу. Old school. Винтаж. Абсолютный. Обратите внимание на текстолит. Я давно не видел вот таких вот желтых плат. Обычно в последние десятилетия они либо синие, либо зеленые. А здесь у нас прям староформатные, желтые. Хаоса намного больше, чем в ротеле. Видно, что это прям такая хардкорная ручная сборка, потому что хомуты, заметьте, вот здесь обрезали вот так вот, а на ротеле прям идеально. Здесь все у нас сложено, красиво, симметрично. В дюале творится легкий беспорядок. Ни о каких-то ридальных трансформаторах здесь речи быть не может. Такой вот маленький, шеобразный, скажем так, чедушный трансформатор. Вот вам и винтаж, да, вот все говорят, винтаж, винтаж, это все такое мощное, тяжелое, крутое, музыкальное. А нет, друзья. Пожалуйста, сравниваем. Новодел в старину. Новодел выигрывает. Хотите, покажу фишку? Смотрите. Sony, Japan. Как же эта надпись греет душу, особенно раньше. За нее можно было отдать очень-очень много денег, если у тебя Sony, еще и чистокровный Japan. Даже в немецкий аппарат сумели просочиться со своими микросхемами и надписями. Вот такие вот эти ушлые ребята, любящие созерцать гейш на горе Фудияма. И наблюдать, как красиво падают ветки сакуры на землю. Финал, друзья. Пару слов, как они играют. Вы знаете, я читал рецензию от Hi-Fi на Rotel и не согласен с ними в плане того, что этот аппарат лучше играет по так называемым RCA-выходам. Все-таки баланс мне понравился больше. Это такой достаточно напористый, при этом чистый звук. Но, безусловно, ему, Rotel, не хватает класса. Класса CD-устройств. Потому что, если мы сравниваем с более серьезными аппаратами, такими как Брайстон, или тот же самый Moon, или какой-нибудь Классе. Даже Oppo 205 играет лучше в плане CD, чем наш герой. Но, все равно, это действительно серьезный аппарат высокого уровня. Что касается Dual, очень ламповый, очень такой, знаете, звук мягкий. Я не очень люблю мягкость подачи. Кто предпочитает джаз, вокальные, инструментальные композиции, безусловно, Dual понравится. Если вы слушаете рок, тяжелый рок, металл, какие-то drum and bass композиции, то это явно не ваш выбор. И вишенка на торте. Послушаем, как же звучит этот Rotel на фирменном диске Pink Floyd The Wall. Для этого берем CD, открываем лоток, вставляем диск, закрываем. И будет музыка, друзья.